Я понимаю, что сейчас время очень тяжёлое в Италии. Тем более у нас солнце спряталось. Суток у солнца было, сейчас солнца нет. Надо поднимать себе настроение. Вот сейчас я буду поднимать себе настроение. Мало того, что у меня сегодня предстоит пересаживать петрушенцию, и пересаживать, как говорится, мяту. У меня теперь есть петрушка, и у меня теперь есть мята. Вообще здорово. Так я сейчас ещё покажу кое-что, что у меня есть. Я вам уже говорила, что мы недавно были в турецком супермаркете, ну, в маленькой супермаркете, где продают наши товары. Почему турок продаёт наши товары? Потому что у него жена была украинка. Ну вот, но она уже, к сожалению, умерла, не знаю, сколько лет назад. Но он продолжает продавать наши товары, потому что они пользуются хорошим спросом. Потому что в нашем городе живут много наших. Сейчас все украинки. Таких, как я, вообще я единственная, потому что я русская татарка из Молдавии. Ну, молдаван мало, русских мало. В основном украинки. Вот. В общем, пошла в тот супермаркет, поехали с Рину, то есть не пошла, а с Рину поехали в воскресенье, накупили этого желе. Вот. Я купила себе, смотрите, что я купила вареники. Аж две упаковки. Вареники с капустой и грибами. И вареники с творогом. Вот я сейчас полакомилась и купила сметанку там сразу. Потому что, как хорошо, что я купила сметану. Потому что, когда мы делали спезу, той сметаны, которую я обычно беру, ну, греческий йогурт, как наши сметаны, почему-то не было. Вот. Наверное, не привезли. Вот. Поэтому я взяла сметанку в этом магазине. Так что сейчас я попробую, что сварить с творогом или с капустой и грибами. Наверное, всё-таки с капустой и грибами всё. Тоже, как говорится, создам себе настроение, порадую душеньку. Всё, отгорели. Сейчас буду радовать душеньку. Со сметанкой. Я не брала жирную сметану. Я брала сколько тут процентов. Сейчас посмотрим. Сколько, сколько. Сколько, 20 процентов сметаны я взяла. Всё. Обед по-нашему. По-родному. Так, всё, очки взяла. Петрушенцу взяла. Томас, идёшь со мной? Пошли на балкон сажать петрушку. У нас солнце вышло уже. Слава тебе. Как говорится, Господи, могу маечку надеть, чтобы позагореть немножко снова. Вот. Вот. Кто да? Пошли на балкон. ну все моя петрушка готова надеюсь она потом выпрямиться и будет более такой упругой вот моя петрушка вот мои салатики базилик и вот моя мята вот сюда на окошко поставил что потом близко было окно открылась она рвала сколько тебе надо и все тут у меня лук проросок я его всунула землю как говорится растет мне на зеленый лук хорошо погодно наладилось солнце снова глянулась тут так непривычно люди не гуляют вообще не ходят только собаками выходят и все там соседи работают один брат один брат 2 это дома рядом друг с другом тут два родных братья живут у них по соседству дома вот все какие то что хочу хотела бы чтобы я жила с острыми рядом рядом как раньше закрываю тут забор от томаса что он не лазил сюда уже вещь на балконе мне такое ощущение когда я уже немножко подкраснела надо было сегодня мальчику потойше одеть конечно и как говорится без рукавов вообще но я побоялась что сегодня когда солнце спряталось было прохлада конкретно вот вдруг еще воздух не сильно прогрелся не хочу как говорится простужаться в такое время простужаться опасно вот так я сейчас сразу отвечу на вам на вопросы я выписала на листочек вопросы чтобы не не включать телефон не искать эти вопросы я сразу на листочек так мне легче отвечу на некоторые вопросы вот меня спросили как соседи реагируют на на этот сейчас такой дверь что никита там играет кричит кричит что там меня спросили как соседи реагируют на этот вирус ой у меня во первых первых ближайшие соседи у меня муж итальянец она она то ли с германии то ли из австрии вот я не могу понять потому что к фамилии какой-то разговор там в австрии тоже на немецком говорят вроде когда в общем она оттуда ну в общем ее родители живут на границе с италии вот она оттуда и вот вот как все это началось как карантин начал начался я их не вижу просто-напросто я не знаю дома ли не не дома но я их не вижу честно говоря но я вижу иногда других новых соседей они уже оба на пенсии она не знаю кем раньше работал а он раньше работал доктором врачом нашем нашем госпитале в нашей больнице городской и вот вот я его перестала видеть ее жену я еще вижу а его не вижу мне кажется что он все таки пошел тоже помогать нашим врачам потому что подали кличи вот желающим конечно желающим пенсионеров но молодые зовут на работу зовут в помощи потому что не хватает докторов не хватает медсестер вот и зовут в помощи молодых студентов даже зовут помощь и по желанию конечно его пенсионер по желанию если кто-то еще полон сил и желание помочь и вот я может быть он Он пошёл тоже туда помогать в больнице. Я не знаю, честно говоря. Но как только я встречу, или его, или её, я спрошу. Но я его уже сто лет не видела. Вот как всё это началось. Начался у нас карантин. Я его не вижу просто-напросто. А у нас карантин, как говорится, не второй недели. У нас карантин уже четвёртая неделя. Вот как закрыли карнавалы. Мы живём рядом с Миланом. И получается, мой Никита уже четвёртую неделю дома, представляете? Я уже его заставляю выходить на балкон, чтобы он на балконе сидел, книжку читал. С Томасом играл на балконе, потому что это дома сидим сидеть. Ладно, я выхожу по своим делам, по лечебным. Ну, по лечебным делам я уже не буду. Выходить мне уже не надо. А я выхожу именно по делам, чтобы покупки какие-то купить. Вот. И всё получается. А он вообще не выходит, парень. Они только второй неделе учатся онлайн, а он уже четвёртую неделю дома сидит. Это вообще ему непостижимо. Ужас какой-то. Ну, вот как соседи реагируют? Так реагируют, что... Ну, я... Один... А, нет. Один раз мы их видели. Когда ещё не начался, как говорится, всеобщий карантин по всей Италии. Вот. Когда только начало было, Никита уже дома сидел. Мы их как-то встретили и поговорили. Но и то не о вирусе, а поговорили о замене нашего доктора Семейного. И всё. Вот так. Всё. Так. Другой у меня вопрос тоже, как рисовые поля, как будут возделывать рисовые поля. Потому что, вроде бы, где-то в новостях говорили, что за наш регион Пьемонт, и что... Как будут здесь рисовые поля возделываться? Будут, будут возделываться. Как же так, чтобы, как говорится, Пьемонт без риса? Ну вот. Ничего страшного, даже если вирус есть, они же не вручную всё это делается. Это всё на тракторах, это всё, как говорится, на машинах, на комбайнах всяких. Там много разных видов тракторов. Конечно, ну, сейчас ещё рано, ещё рано. Апрель месяц тоже ещё рано. Вот, ну, они сейчас возделывают, начинают возделывать поля, делают как бы грубую пашку. Вспашку. Вспашку, да? Грубая вспашка или пашка? Вспашка. В общем, грубая вспашка, это первая вспашка. А потом уже перед тем, как уже сеять, перед тем, как заливать поля водой, они делают мелкую вспашку. Вот. Так что это будет уже в конце апреля. Нам ещё ждать и ждать. Сейчас ещё пока рано, сейчас ещё там ничего, никого нет. Вот. Может быть, готовят поля для чего-то другого, например, для сои, или там для сорной травы, для скота, может быть, не знаю. Ну, вот для риса пока ещё рано что-то делать на рисовых полях. Меня спросила Виолетта, она живёт во Франции рядом с Каннами. Нет, не рядом с Каннами, рядом с Марцелем. Виолетта живёт рядом с Марцелем, а у неё тоже есть видеоканал на Ютубе. Вот. Она спросила, есть ли инфицированные среди знакомых. Слава Богу, у нас среди знакомых и родных нет вроде как инфицированных. Вот. И вроде как за соседей я ничего не слышала, чтобы кто-то есть инфицированный. И даже в нашем доме, потому что вроде как ни разу к нам скорая не приезжала. В всяком случае к нам. Но в нашем районе уже за это время три или четыре скорых приезжали. И, как говорится, все люди, все жители, вот так вот сердцем замирая, сердце замирая. Что, что, а почему, когда, кому приехали? Вот. Потому что все друг друга знают. Даже на Фейсбуке тоже спросили. Вот вчера снова была скорая. Это кому? Что, надеюсь, что всё в порядке? И там, видать, кто-то из соседей знали, кому приехали. И сказали, это приехали к женщине пожилой. Вот. И у неё там что-то были, какие-то проблемы с органами дыхания. Вот это вот я услышала. А что там с ней, как с ней, я не знаю. Что же за женщина, я не знаю. И, ну, мы тут хоть и друг друга знаем, но мы, в принципе, не общаемся тесно. Вот единственное, что утром я, когда делала покупки, стояла в очереди, как в мавзолее Ленина, за мной стоял мужик, ну, деду Валя Хороший, нормальных лет деду Валя, с нашего района. Ну, мы и то на расстоянии друг от друга стояли, мы даже не дотрагивались друг от друга. Это было на улице, мы стояли на улице на расстоянии друг от друга. Вот. Вот такие вот дела. Вот. И я скажу ещё к тому, что вот призывают на работу в помощь нашим докторам, врачам. Не хватает докторов, не хватает медсестёр. Призывают всяких там, кто без работы, молодых студентов, даже пенсионеров призывают. И вот я знаю, что даже приехали вот из Китая доктора со своим оборудованием даже, не то что медициной, оборудованием. И вот даже приехали, должны были приехать, уже, наверное, приехали даже доктора из Кубы, где-то 65, что ли, из Кубы, вот, в помощь Италии. Вот так вот, как говорится, дружбаны. Ну, хорошо. Ну, в общем, раз Италия помогает, значит, Италия на правильном пути. Вот. Если ещё и Россия поможет, так действительно Италия будет на правом пути. Если кто, например, не знает, что я тоже всегда болела за Сальвини, потому что Сальвини мне больше всего по душе. Он был премьером-министром до недавних пор. И его, вот эти вот жополизы Америки и Англии, и Меркельши, и Франции, в общем, они его, как бы, отодвинули и поставили своего человека на кресло премьер-министра. Ну, ладно, я всё, я всё равно, как говорится, верю, что с Италией будет всё хорошо. Вот. Не только в борьбе с вирусом, но и, как говорится, в политике Италии. Я ответила на ваши вопросы, кстати, мне Ирину сейчас прислал фотографию, как он сейчас работает, вот, в каком, в какой, потому что я постоянно переживаю, как их там, во что одевают. Вот, сейчас покажу его фотографию, смотрите, как их сейчас одевают. Вот, видите? Видите? Не просто маска, а ещё вот этот, вот, как при сварке, как для сварки, наверное. Вот, наверное, вот этот вот шлем. Но одежда у них, скорее всего, своя. Вот, насчёт одежды я не знаю. Надо будет спросить, меняют ли они каждый день одежду или нет. Я, в принципе, сомневаюсь, что они меняют каждый день одежду. Вот, но надо будет спросить. Вот, ещё им, 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 им ещё выдают перчатки. Вот, так что я более-менее спокойно Зарину. Ну, вот такие вот дела, пока что, такие вопросы. Если вас ещё кое-что интересует, спрашивайте, я обязательно вам отвечу. Я, к сожалению, не могу пока делать онлайн, так это, трансляцию. Потому что последний раз, когда я сделала трансляцию, это было 5 марта. Это был день моего дня рождения, день моего рождения, 5 марта. Я сделала трансляцию. И, видать, я переволновалась, перевозбудилась. У меня так давление поднялось конкретно. Я так страдала потом. Не знаю, я сильно, как бы впечатлительно сильно... Ой, как сказать... Как сказать по-русски? Сильно возбуждённая становлюсь перед камерой, перед трансляцией вживую. Знаете, как будто меня сейчас вот в прямом эфире видят. Вот, и задают вопросы, я отвечаю. И эмоции, может быть, эмоции, то, что у меня день рождения, и у меня так давление поднялось, я не хочу больше страдать. Но я, когда буду готова, я тоже буду делать трансляции. Так что задавайте мне вопросы. Я, как говорится, в следующем видео обязательно, в следующих видео обязательно буду отвечать на ваши вопросы. Всё, мои хорошие, до завтра. До новых видео встреч. Берегите себя и своих родных. Всего вам хорошего. Чао-чао. Субтитры сделал DimaTorzok